Надеюсь, что вы все уже видели предыдущий выпуск, где мы ознакомились с ситуацией накануне подписания Георгиевского трактата. Если еще нет, то советую начать с него, так как во многом сегодня я буду ссылаться на события, описанные в предыдущей части. В этом выпуске мы обсудим, каковы были последствия подписания соглашения о Союзе и на каком основании грузинские земли вошли в состав российского государства. В следующем видео вы получите ответ на самые известные мифы и легенды, связанные с Георгиевским трактатом, коих в нашем обществе великое множество. Не забывайте, что мой канал существует только с вашей помощью и если вы находите мою деятельность полезной, поставьте лайк под видео, напишите коммент и подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Спасибо каждому, кто помогает финансово. А мы начинаем. В 1783 году Картли Кахет и Российское государство подписывают союзные соглашения, но спустя всего несколько лет они оказываются недействительны, так как после османского давления Россия выводит свои войска из Южного Кавказа, высылает грузинское посольство и отказывается защищать союзника. Иракли вынужден был пойти на обсуждение от сложившейся политической ситуации с Ахалцигским Пашой Сулейманом, бывшим де-факто османским делегатом на Кавказе. Как мы узнаем чуть позже, все это было под чутким наблюдением князя Потемкина, а следовательно, невыполнение Петербургом взятых на себя обязательств было осознанным шагом и исходило из тогда осуществовавшей геополитической обстановки. Но так или иначе, уступки на дипломатическом поле из-за опасности вступления в большой конфликт не особо помогли Российскому государству. В 1787 году османы, почувствовав себя смелее, объявляют заведомо невыполнимый ультиматум – начинается новая война. Этот конфликт обходится без участия Картлика Хетти, так как на тот момент Георгиевский трактат уже считался недействительным, союз как таковой отменен. Иракли понимает, что отношение с Россией – дело довольно шаткое и непостоянное, потому пытается установить контакты с Египтом. В этот момент у власти там находились этнические грузины – мамлюки из династии Бегеби. Они отвечают ему с большой теплотой, но Египет находился слишком далеко, чтобы участвовать в конфликтах на Кавказе. Нужно отметить, что обстановка существенно изменилась. Османы, пользуясь паузой в общении Картлика Хетти и России, пытаются завоевать благосклонность грузин. Отношения значительно улучшаются, никаких тебе набегов от соседних ханов, никакого давления. Османы изо всех сил пытаются показать грузинам, что все их неудачи случаются только тогда, когда они в союзе с Россией. Конечно же, им было также плевать на грузин, как и русским, но в этой ситуации оба Гегемона пытались завоевать политические очки, чтобы затянуть Картлика Хетти на свое поле. Каждый из них хоть и обладал значительным влиянием на Кавказе, но все еще не был явным доминантом. А потому даже такой небольшой союзник, как Картлика Хетти, мог всклонить чашу весов в их пользу. Восточная Грузия становится объектом большой геополитики двух влиятельных соседей. Между тем, такое состязание имело губительное влияние. Ираклик оставался последователем восстановления союза с Россией, но большая часть князей, помня неудавшийся персидский поход, измену Тутлебина, а также сдачу западно-грузинских земель османам, не хотели быть снова обманутыми ненадежным союзником и находились в оппозиции к нему. Считая, что восстановление того положения дел, что существовало до подписания соглашения, было бы более полезным. Начинается осложнение политической жизни. Даже самые близкие ему люди склоняются ко мнению оппозиции. Будучи уже 70-летним, маленький кахетинец, как его от большой любви называли люди, находился в тяжелом положении. Он осознавал, что его жизнь подходит к концу и от его поступка будет зависеть судьба всей нации. По его действиям в последние годы жизни мы видим, что он пытался сделать все возможное, чтобы после себя оставить цельную и неделимую Грузию. В 1784 году в наиболее влиятельном государстве западных земель и Меретинском царстве освобождается престол. Тамошные князья являются в катликах Эти с пожеланием объединиться в единое государство. Это была уникальная возможность для воссоединения, так как на тот момент у грузин было всего два царства. Остальные земли были княжескими и потому велик шанс, что они последовали бы за более значимыми царствами. Но после нескольких дней совещаний Иракли отказывается, но вместо этого имеретинским царем становится его внук Давид, взявший имя Соломон. Что важно, основным поводом для отказа послужило то, что это объединение изменило бы баланс сил на Кавказе и осложнило бы отношения между Россией и османами. Так, минуту. А какое отношение имеет российское государство к катликах Эти, если Георгиевский трактат более недействителен? Ведь нынешние московские специалисты по Кавказу, не умолкая, напоминают о том, что с 1786 года после соглашения с Сулейманом данный союзный пакт уже не имеет силы. Ведь сейчас каждый уважающий себя российский политик, упоминая о южном соседе, не забывает добавить, что грузины предатели и отказались от безвозмездной помощи. Но насколько обоснованы такие заявления? Давайте глянем на факты. Из тех же писем Потемкина и Екатерины мы узнаем, что на российском государстве все так же остаются обязательства по защите катлика Эти, согласно Георгиевскому трактату, даже по состоянию на 1789 год. Более того, князь это отлично понимает и его нисколько не смущает такое положение дел. Далее. В том же 1789 году Екатерина выдает указ своему тайному советнику, князю Безбородко, где максимально буквально напоминает о том, что у России есть соглашение с катлика Эти и оно, внимание, действует. Видимо нынешние именитые академики, сидящие в Москве, не читают даже собственные архивы, ожидая, что и обычные люди также не будут этого делать. Но к их большому сожалению не все готовы принимать за чистую монету то, что они там себе выдумывают. Читаем дальше и тут мы находим увлекательную модель двойной политики Екатерины, ведь пытается и османам угодить и Георгиевский трактат соблюдать. В данном письме она обязуется не вводить войска на Южный Кавказ, если это успокоит османов. Напоминаю, это самое что ни на есть отступление от одного из обязательств по трактату. Ну а сейчас самое увлекательное. Цитата. Бинго! У вас еще есть какие-нибудь сомнения по поводу того, кто пытался усидеть на нескольких стульях и обещал всем да побольше? Здесь вы можете видеть, как Екатерина Великая лично дает понять, чего стоили данные ее обещания восточной Грузии. В один и тот же момент она клянется защищать Картлика Хетти и в том же письме велит уведомить османов, что Россия не будет создавать им никаких сложностей наличием войск на Южном Кавказе. Да и защищать Картлика Хетти ей выгодно только тогда, когда это совпадает с ее внешней политикой. Допустим, когда идет война с османами. Очень настоятельно советую всем, кто хочет узнать побольше о двуличии российского государства в 18 веке, а также всем сомневающимся ознакомиться с данной книгой. Она была издана в 1885 году, потому какое-либо искажение коммунистами в Советском Союзе, западниками в 90-х, нынешней пятой колонной, либо еще кем-то исключено. Нам очень повезло, что эти сведения находятся в общем доступе и сейчас мы можем видеть все, что делалось за спиной Иракли. Но к его большому сожалению, он тогда об этом ничего не знал. Ему много чего наобещали, клялись богом, и он понадеялся, что больше измены не будет. Если бы он тогда понимал, как он ошибается, возможно, его последующие действия выглядели бы иначе. В 1790 году состоялся съезд грузинских монархов и князей, где был подписан военно-политический союз между Восточной и Западной Грузией. Видимо, все же в глубине души он понимал, что единственные, кто на самом деле могут помочь грузинам в тяжелой ситуации, это сами грузины. Но тучи над Кавказом уже сгущались. Думаю, вы заметили, что последние несколько десятилетий не упоминался еще один важный участник геополитики на Кавказе. С того момента, как у власти оказалась династия Зендов, Персия окунулась в междоусобицы. Но к началу 90-х годов 18 века все больше возвышается династия Каджаров во главе с Ага Мохаммедом, амбициозным политиком и военачальником. Он мечтал восстановить могущество Персии, а значит захват Восточного Кавказа был неизбежен. В 1794 году Ага Мохаммед жестоко убивает тогдашнего шаха Лотфа-Ли и начинает активную внешнюю политику. Он подчиняет ханство на Южном Кавказе и ставит ультиматум Иракли. Если тот откажется от союза с Россией и станет вассалом Персии, то Ага Мохаммед назначит его главным наместником на всем Южном Кавказе. Если же он ответит отказом, то быть войне. Довольно соблазнительная опция для Иракли, учитывая, что ему будут подчиняться все соседние ханы, он смог бы обезопасить Восточную Грузию и поквитаться с оппонентами, но он отказывается. По его поведению мы можем сделать вывод, что в отличие от своих союзников, он не отступает от данных обещаний, когда ему выгодно, и ожидал, что так же поступит и российское государство, иначе подобный отказ не имеет никакой логики. Иракли пишет Екатерине, что нужно готовиться к персидскому наступлению, она дает согласие, но не спешит оказывать помощь. В этот момент особенно заметным стало отсутствие единства в самой Картликахете. Многие князья не видели смысла в союзе с Россией, потому отказывались готовиться к совместной войне. Оппозиция склоняет общество к тому, чтобы пойти на условия персов и не ожидать помощи из Петербурга. Все это мешает подготовке к нашествию, большинство феодалов отказываются выставить ополчение. Но Иракли неустанно ждет обещанной помощи от союзника. Если обычно под боевые знамена ему удавалось созвать более 20 тысяч воинов, то к наступающей битве его войско насчитывало всего 5-7 тысяч штыков, учитывая союзников из Западной Грузии. До последнего дня он ожидал, что Россия вышлет в войска, но этого не случилось. 8 сентября 1795 года ему сообщили, что на подступах в Тбилиси находится около 40 тысяч воинов Ага-Мухаммедхана. Но даже понимая, что шансов на победу нет, он не отказывается от боя. В течение двух дней им даже удавалось отбивать все атаки, и хан, видя количество убитых в своем стане, стал сомневаться в успехе, подумывая отступить. Но когда на третий день битвы ему сообщили, что с ним воюет не 50-тысячное войско, как он ожидал, а всего несколько тысяч человек, нападавшие заметно осмелели, использовав свою численность для обхода грузинского войска, что в итоге склонило чашу весов в пользу хана. Из 7 тысяч грузин остались в живых лишь 150 человек, да и то, только потому, что посчитали нужным вывести из боя 75-летнего Иракли. Он участвовал в битве вместе со своими воинами, и его буквально силой заставили покинуть битву. А вот Ага-Мухаммедхан лишился почти 17 тысяч штыков, что составляло половину его войска. Это довело военачальника до безумия, и он задумал опустошить кахети целиком. Все жители Тбилиси были либо убиты, либо уведены в плен. Описывают, что в столице не осталось ни единого целого дома. Ага-Мухаммедхан пытался двинуться и дальше, но если в долине численность его войска имела хоть какое-то значение, то в горах, столкнувшись с хирсурами, был уничтожен весь авангард, и хан поспешил удалиться. После нашествия кочевников 14 века, пожалуй, не было событий, более печальных для этой части грузинских земель. На восстановление понадобились годы, и кто знает, может и не было бы этого похода, если бы Иракли отказался от своего нестабильного союзника. Даже после уничтожения Тбилиси Ага-Мухаммедхан хотел заключить соглашение с Иракли. Он все так же видел его своим наместником на Кавказе. Единственным условием было отмена Георгиевского трактата. Но как и писала о нем некогда Екатерина Великая, он был несгибаем в своих взглядах и снова ответил отказом, даже учитывая то, что союзник вновь его оставил. Шутка ли? Но на следующий год Россия объявляет войну Персии. Этот поход имел мало какое отношение к Восточной Грузии и больше был попыткой завоевать земли нынешнего Азербайджана. В 1796 году скончалась Екатерина Великая, в 1798 – Иракли. Вместе с ними ушла целая эпоха, и действительность к началу XIX века сильно изменилась относительно момента подписания Георгиевского трактата. Соглашение между Катликохетти и Российским государством было подписано на взаимовыгодных условиях. Каждый из подписантов мог спокойно жить и без этого союза, но выгода в нем была очевидна для всех. Катликохетти было значимым государством на Южном Кавказе, но имея в союзниках такого гегемона, как Россия, появлялся шанс на воссоединение грузинских земель. Российское государство уже начало экспансию на Кавказ, но его позиции здесь еще были недостаточно устойчивыми. Потому стабилизация ситуации на юге, а также союзник в войнах с османами также был выгоден. Таково было положение на 1783 год. Но после нашествия Ага-Мухаммедхана Катликохетти находилась в плачевном состоянии. А вот у России дела на Кавказе шли замечательно. Кубань уже вовсю заселялась казаками, была создана Кавказская губерния, а местных все больше вытесняли из долины и поджимали к Кавказу. Исход Кавказской войны уже был очевиден, оставалось только погасить последние очаги, чаще всего недоступные из-за тяжелых условий местности. Что касается большой геополитики, то к началу XIX века и османы, и персы сдали свои позиции, а потому аннексия Южного Кавказа занимает у российского государства не более 10 лет. Но это будет чуть позже. А пока 1798 год. Уходит из жизни 77-летний Иракли. Наследником становится его сын Георгий XII. Его взгляды на внешнюю политику были такими же, как его отца, потому он пишет письмо в Петербург, где желает заключить новое соглашение. Учитывая, что с момента подписания Георгиевского трактата ситуация в Картликах Эти ухудшилась, оппозиции России с каждым днем становились все лучше, условия нового соглашения уже были иными. Думаю, многие из вас частенько видели начало этого письма. Его постоянно показывают, мол, глядите, они сами захотели войти в состав российского государства и стать обычной областью. Но понятно, почему всегда опускается то, что написано далее. А здесь мы читаем следующее. Не прекращать в доме моем царского звания, а допустить царствовать наследственно, как это было при предках моих. То есть мы видим, какую концепцию исповедовал Георгий XII. Он хотел войти в состав российского государства как Картликахетинское царство, а не как обычная область. Если кому-то кажется непонятной данная концепция, то напоминаю, что в составе того же российского государства существовали царство Польское и Великое княжество Финляндское. Каждая из них обладала существенной автономией на фоне обычных областей и де-факто составляли династическую унию. Чем-то подобным должна была стать Картликахетия, престол оставался бы за потомками грузинской династии, но почему-то это очень важное дополнение постоянно забывают указывать, когда вспоминают о письме из Картликахетти. Конечно же, вы без особых усилий можете найти данный документ в книге, изданной в 1902 году. Но если эту часть письма опубликовали, но по случайному совпадению забывают показывать, то слова, написанные в конце, вообще не вошли в эти публикации на русском языке. Так как письмо было написано на грузинском, то видать не удосужились дочитать до конца, а может и не захотели. Там было сказано, что если условия Картликахетти не будут выполнены, то соглашение более не может считаться действительным. То есть довольно четко обозначена позиция, либо вхождение как царство с большой автономией, либо никаких соглашений. Вообще подлинность того документа, что сейчас выставляется как нота о подданстве, вызывает большие сомнения. Как я уже сказал выше, часть оригинального текста вообще не вошла в публикацию на русском языке, а из того, что опубликовали, показывают только то, что выгодно. Но на этом магия не заканчивается. В книге тайного советника, а также члена Академии наук Петра Будкова, изданной в 1869 году, можно найти забавный факт. 15 ноября 1800 года Павел I издает указ, где довольно точно описывает условия соглашения между ним и Георгием XII во всех деталях. В чем тут фокус? А в том, что делегация из Картлика Хэти явится к нему только спустя два дня, 17 числа. Существует не так много объяснений этой аномалии. Либо Павел был ясновидец и мог заглядывать в будущее, либо же ему вообще дела не было до того, какие условия озвучат посланники Георгия XII. И судьба восточно-грызинских земель уже была понятна еще до оглашения дипломатической ноты. Как бы там ни было, но Павел соглашается на условия Картлика Хэти. Чтобы этот документ вступил в действие, посол должен поехать в Добилиси, зачитать полный текст и Георгий XII, ознакомившись со всеми пунктами, должен был подписать его и поставить печать. Но этому не суждено было исполниться. 28 декабря 1800 года Георгий XII скончался. Соглашение между ним и Павлом навсегда останется не более, чем устным обсуждением дальнейших возможных планов. Единственный документ между Картлика Хэти и Российским государством, обоюдно подписанный и имевший законное действие, это Георгиевский трактат. А та бумажка, которой в конвульсиях машут специалисты по Кавказу из Москвы, это манифест Павла. Он имеет такую же дипломатическую силу, как если такой манифест напишите вы или я. Кстати, очень показательно, что Павел составил и подписал этот документ об аннексии Картлика Хэти уже 18 числа, как только его дипломаты покинули Петербург. Он даже не пытался дождаться согласия Георгия XII, оно ему и не было нужно. Потому как вместе с подписанием манифеста, он в спешке издает указ военным об оккупации Восточной Грузии и смещении династии Багратионов. Если кто-нибудь, когда-нибудь, ввиду отсутствия знаний в данной теме, будет вас убеждать, что грузинские земли по своей воле вошли в состав российского государства, то пускай сначала покажут хоть какой-нибудь документ о вхождении, где стоит грузинская подпись или печать. Но в нашей вселенной такого не существует. Хотя бы потому, что манифест об аннексии был подписан еще когда Георгий XII был жив, а указ военным об оккупации был издан за два дня до того, как делегация из Тбилиси вообще явилась на аудиенцию. Думаю, что после вышеуказанных фактов вам становится понятным, что это за чудеса были с письмом от Георгия XII, где магически исчезали целые неугодные абзацы. И письмо, и аудиенция нужны были только для одной цели – легитимности дальнейшей оккупации, что снова являлось несоблюдением Георгийского трактата. 20 лет Картли Кахетти добивалась, чтобы в конце концов союзник помог ей войсками в войнах с гегемонами. Но у того постоянно не хватало свободных военных. Каково же было удивление, когда в грузинских землях местные жители увидели около 10 тысяч солдат. Часто люди недоумевают, если это была оккупация, почему же никто не атаковал войска. Но я напоминаю, это были союзные войска. И в отличие от Ага-Мухаммедхана, они все делали под знаменами помощи и благодеяния. Люди с восхищением ликовали, когда видели военных, потому как думали, что наконец-то им окажут помощь. Единственные, кто тогда понимал, что это не что иное, как оккупация, это близкие Георгия XII. После его кончины наследником становится сын Давид, но российские военные сообщают ему, что больше никакого Картли Кахеттинского государства не существует. Удивительно то, что именно он, согласно позиции Павла, должен был возглавить Картли Кахетти в составе российского государства. Но политика вещь непостоянная. Осенью 1801 года князь Цицианов с войсками захватывает Давида и его семью и вывозит их в столицу. Апогей цинизма достигается после публикации манифеста об окончательной аннексии восточно-грузинских земель. Вы только послушайте, в каком свете это все выставлялось. Ни для приращения сил, ни для корысти, ни для распространения пределов и так обширнейшей в свете империи, приемлем мы на себя бремя управления царства грузинского. Единое достоинство, единая честь и человечество налагают на нас священный долг, вняв молению страждущих, в отвращении их скорбей, учредить в Грузии прямое правление, которое могло бы утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона. На следующий год в Дебилиси зачитывают этот манифест в Сионском храме, куда созвали князей, священников и обычных жителей. Сегодня это событие описывается как великий день, где все были вдохновлены, счастливы и с удовольствием дали клятву своему защитнику российскому государству. Но стоит нам заглянуть в книгу «Кавказская война» известного военачальника той эпохи Василия Потто, как эти события описываются совсем иначе. Жителей согнали военные и заставляли дать клятву верности, но вместо ожидаемого подчинения грузины отказались и пошли по домам. Тогда были схвачены знатные князья, что еще больше возмутило людей. Начинаются восстания, а на солдат осуществляются нападения. Чтобы хоть как-то успокоить жителей, наместникам на Кавказе назначается князь Цицианов. Дело в том, что он был этническим грузином Цицишвили, и это создавало подобие автономии, так как местным было важно, чтобы над ними не стоял чужой. Но не считая фамилии, к тому же видоизмененной, его мало что связывало с отчизной. Он был достаточно типичный российский военный деятель той эпохи. В 1803 году, опасаясь того, что национально-освободительное движение может поднять голову, наместник находит нужным ее отсечь. Постановление было следующим. Всех членов династии Багратиони необходимо вывезти из грузинских земель. Ковдове Георгия XII являются солдаты под начальством известного военного деятеля Лазарева. Довольно в похабном стиле он сказал ей немедленно будить детей и готовиться к отъезду в Петербург. Такое поведение было недопустимым для знатной особы, а тем более женщины. Недолго думая, она схватила кинжал и убила военачальника на месте. По пути местные жители даже напали на конвой и пытались освободить вдову последнего царя, но им это не удалось. Катли Кахети становится грузинской губернией. В том же году князь еще одной грузинской земли на западе, Леванда Диани, видя, что вхождение в состав российского государства неизбежно, соглашается стать вассалом и до 1866 года эта династия имеет некую автономию в своем княжестве. После аннексии восточно-грузинских земель Соломон, будучи последним грузинским царем, начинает создавать коалицию для защиты имитинского царства. Когда об этом стало известно в Петербурге, к нему высылают войска и силой вынуждают стать вассалом. Спустя пять лет он поднимает восстание, в итоге его схватывают и упекают в заключение. На следующий год он освобождается и снова поднимает восстание, после чего окончательно вынужден был покинуть свои земли. И Меритинское царство включают в состав российского государства как область. В 1810 году князья Шервашидзе из Абхазии, князь Мамия V из гурийского княжества, также становятся вассалами, получая номинальную автономию от Петербурга. Последним независимым грузинским княжеством оставалась Сванетти. Хотя она в 1830-х и вошла в состав России, но фактически до конца Кавказской войны оставалась свободной. Какую оценку дать заключению союза между этими двумя нациями, учитывая последствия, личное дело каждого из вас. Я лишь показываю вам факты, основанные на документах и подлинных сведениях той эпохи. А пока вы думаете, добавлю еще несколько важных моментов. Как известно, грузинская государственность существует более 3000 лет, и эта земля повидала очень многое, от золотого века до междоусобиц, от величия до вассальной зависимости. Но неизменным было одно, каким-то чудом им постоянно удавалось иметь свое собственное государство. Даже в худшие годы, даже под оккупацией, будучи сателлитом, вассалом, автономией, но любовь к свободе является неотъемлемой для грузин. И как только у них эту свободу пытаются отнять, неминуемы восстания. К 1860-м годам последние княжества на этих землях были уничтожены. Почти 50 лет на Кавказе не существовало ни одного грузинского государства, пока в 1918 году грузины снова не восстановили независимость. Наиболее неудобным фактом для тех, кто считает, что никакой аннексии не было и все случилось по обоюдному согласию, является список наибольших восстаний. 1809-й, Картли, Кахети, Иммерети. 1810-й, Иммерети. 1812-й, Картли, Кахети. 1819-й, Иммерети. 1821-й, Картли, 1832-й, Картли, Кахети. 1841-й, Гурия. 1856-й, Абхазети. 1857-й, Самогрелла. 1877-й, Кахети. 1905-й, По всей Грузии. 1917-й, По всей Грузии. Думаю, что немного не сочетается миф о спасении и такое количество восстаний, вам не кажется? Но самой большой печалью для этой земли стало даже не это. Помимо того, что уничтожается любое подобие автономии, казна, законодательство, суды, все это подчиняется России. В 1811 году ликвидируется Грузинская Православная Церковь. Этого не делали даже язычники и мусульмане. Ни один захватчик никогда не отменял такую важную составляющую грузинской идентичности. Это выглядело как насмешка, потому как РПЦ появилась только спустя тысячу лет после создания Грузинской Церкви, одной из древнейших христианств. Последний католикос Антони был вызван в Петербург, где и остался после ликвидации автокефалии. Начались гонения на священников, отказавшихся подчиниться Синоду. И хотя в 1817 году в Тбилиси и в 1894 в Кутаиси создаются духовные учебные заведения, что несомненно выставляется как положительное влияние после аннексии, но поступить сюда можно было только со знанием русского языка. Обучение также велось по всем канонам российского видения в отношении захваченных земель. Одним из тех, кто учился в таком заведении, а после стал идеологом имперской политики был Иосиф Джугашвили, более известный как Сталин. Весь Кавказ активно заселялся славянским населением. В какой-то момент из печати исключено даже само слово «Грузия», будто ее и не было никогда. Инакомыслие всячески подавлялось. Показательной является ситуация 1886 года, когда из учебного заведения исключили Иосифа Лагиашвили за то, что его взгляды не сочетались с существовавшей на тот момент политикой. На этой почве у него возникает личный конфликт с Павлом Чудетским, возглавлявшим тогда Тбилисскую духовную семинарию. После чего Иосиф убивает его. В ответ на это епископ Павел Лебедев наложил анафему на весь грузинский народ. Естественно, такие заявления возмутили местных. Известный политический деятель и публицист князь Кипиани написал ему, чтобы тот незамедлительно покинул грузинские земли после своих высказываний. Но вместо этого Кипиани смещаются своего поста и высылают из Грузии, а там его убивают неизвестные. Каждый, у кого было свое мнение и кто имел смелость его высказать, оказывался вне закона. Но не путайте, это не оккупация. Это называется спасение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok